В Беларуси упростили условия пребывания иностранцев, закон подписал президент. Теперь все, кто приезжает в гости в нашу страну, получили отсрочку в регистрации по месту временного пребывания. Напомню, если раньше иностранец должен был пройти все процедуры в течение пяти дней, то теперь важно успеть в десятидневный срок. Данное решение упростит и деловые контакты, а также поможет в развитии туристической и инвестиционной привлекательности Беларуси. Отмечу решение вопроса ждали. Накануне, во время общения со студентами столичного медвуза о сложностях регистрации, президенту рассказали иностранцы, которые обучаются в нашей стране. Тогда Александр Лукашенко заверил, проблема будет решена. И вот теперь оформлять документы можно не торопясь. Ольга Онищенко изучила нюансы. Эти ребята не то, чтобы полиглоты, английский или французский, даже иврит. Для них родной. В Беларуси они в гостях. Столичный мед, для кого на четыре, а кому и на шесть лет, стал альма-матр. В медицинском в столице появилась даже экспериментальная программа для граждан Израиля, Канады, США и европейских студентов. Выпускники едут, во-первых, за знаниями. Но успешная учеба дает еще и право допуска к профессии в своей стране. Впрочем, бонусы на этом не заканчиваются. В США, чтобы стать врачом, тебе в первую очередь нужно получить степень бакалавра. Это четыре года и где-то 20 тысяч долларов в год. Потом ты поступаешь в медуниверситет, и там обучение стоит уже около 100 тысяч в год. Многие берут кредит и потом платят его очень долго. В Беларуси обучение, конечно, более доступное. Мои первые впечатления после нескольких месяцев учебы в БГМУ очень хорошие. Преподаватели хорошо говорят по-английски, они настоящие профессионалы. Если мы чего-то не понимаем, они всегда помогут, дополнительно объяснят. Это важно. Моя бабушка и дедушка. Я приехала из Шотландии, и здесь живут мои бабушка и дедушка. И я выбирала, куда поступать. Здорово, что наши занятия проходят в формате школьного урока. Мы можем напрямую обращаться к профессору, и группы небольшие. Израиль – один из главных поставщиков студентов с иностранной пропиской. На родине большая конкуренция за место в ВУЗе. На сотню претендуют тысячи. Это и вынуждает многих ребят присматривать заграничные варианты обучения. О белорусский диплом в почете говорят студенты. Да и багаж знаний поможет найти место в профессии вне всяких сомнений. Я могу сравнивать уровень образования в БГМУ с университетами в Израиле. Я учился в хороших ВУЗах. И могу однозначно сказать, что у вас не хуже. Даже в самых скромных лабораториях, как в БГМУ, добиваются тех же результатов. Это говорит о том, что специалисты на уровне. И я могу им только аплодировать. Александр Брандт теперь личность, известная не только столичному меду. Ведь это он просил президента помочь иностранным студентам. В свои 32 за плечами уже два медвуза на родине. А здесь в Беларуси рассчитывает на ученую степень. Сегодня каждый, кто приезжает в гости к нам, обязан стать на учет. Приезжих в Беларуси считают. В том числе в целях безопасности. Пять дней, чтобы подготовить документы, перевести на русский язык, ну, придется побегать. Каждый иностранный гражданин должен осуществить регистрацию в течение пяти дней с момента приезда. Может быть, можно немножко расширить эти сроки. Говорят, на подписи у меня. К вечеру подпишу. Если вы не против, к понедельнику. Сказано, сделано. Закон, который уже прошел парламентская сита, подписан. Сроки регистрации продлены. Оформить все документы теперь можно не спеша в течение десяти дней. И это приятно, говорит Александр. Как и то, что обещанного не пришлось ждать долго. Я не ожидал такой быстрой реакции на свою просьбу. То есть, буквально за считанные секунды принялось решение. К примеру, мы с друзьями, с другими группниками планировали съездить в Беларусискую пущу на шашлыки. И на все это не осталось времени. Из-за того, что нам нужно было обивать пороги тех или иных бюрократических организаций. То есть, переводить документы, заселяться, ни на что не остается время. Один день опоздания – это 86 рублей штрафа. То есть, это немаленькие деньги. Для удобства всех иностранных студентов, да и не только студентов, я думаю, всех иностранных граждан, которые посещают Республику Беларусь, это должно пойти только на пользу. Новый закон рассчитан на рост туристического интереса к Беларуси. К тому же, это подспорье для развития экспорта образовательных услуг. Меньше барьеров – проще дорога в белорусские вузы. Ведь счет иностранным студентам здесь идет на десятки тысяч. Столичный мед уступает лидерство лишь Белгосуниверситету. На медицинских специальностях почти каждый третий иностранец. Интерес к белорусской школе медицины растет ежегодно и многократно. С 2017-го, например, прием студентов из других стран увеличился почти в шесть раз. А Минздрав обеспечил треть образовательного экспорта страны. Направление, несомненно, получит развитие, ведь экспорт таких услуг – это, во-первых, имидж и, конечно, деньги. Нарастающий интерес к медицинским вузам со стороны иностранцев напрямую отражается на доходах белорусской высшей школы. Лишь один столичный мед по итогам года может заработать 10 миллионов долларов. Документ, впрочем, прописывает и ряд других корректировок. Они касаются, например, отказов иностранцам в выдаче белорусской визы или запретов для въезда в нашу страну. Отдельно закон подправил сроки, на которые выдается разрешение на временное проживание для иностранцев. Но есть нюанс. Продление касается лишь специалистов высокой квалификации, тех, кто нужен белорусской экономике. Для получения постоянного проживания теперь тоже особый подход. Мы уменьшили ценз проживания по этим разрешениям, необходимый для получения в дальнейшем разрешения на постоянное проживание. Если ранее, например, чтобы получить иностранцу вид на жительство, временно проживающему, необходимо было прожить временно 7 лет, то теперь этот общий срок составляет 5 лет. Что же касается высоко квалифицированных специалистов, то этот срок мы уменьшили до 3 лет. Все инновации иностранцы смогут воспользоваться уже в ближайшее время сразу после официального опубликования закона. Как правило, в числе других официальных распоряжений новые документы появляются в течение нескольких дней.